Друзья, всем привет! Недавно на стриме у меня спросили, Олег, как ты настроил джойстик в игре Microsoft Flight Simulator? И действительно, поначалу, когда я только запустил эту игру, была небольшая непонятность в настройке джойстика в этой игре. Но для начала я хотел бы вам сказать, что для начала лучше бы перевести игру на русский язык. Для начала вы заходите в вкладку настройки общие и переходите в третье снизу. То есть, по-моему, она там миск называется. Заходите сюда смешанные и выбирайте нужный вам язык. О, торпиота можно выбрать, прикольно. После этого применяйте все настройки и сохраняйте их. Все, они сохранились. И заходите во вкладку управление. Здесь, по идее, у вас должен отображаться у вас джойстик, так как у меня здесь написано Defender Cobra M5. То есть, смотрите, как я настроил. Я настроил на клавиатуру все необходимые элементы. Там смена камеры, управление в салоне, движение камеры в салоне. Ну, в общем-то, такие дела. На мышку, понятно, делать только обзор. И вот переходите во вкладку вашего устройства, которое будет здесь подключено. Выбирайте его. И, собственно, у вас ничего здесь не будет, потому что у вас будет вкладка назначенная здесь фильтр. Вам нужно перейти его в вкладку все. Переходите во вкладку все. И здесь, собственно, открываются все. Выбирайте поверхности управления самолетом. Да, такая локализация. И здесь нужно ставить не элероны влево-вправо, потому что я поначалу поставил влево-право. А это получается как на клавиатуре, но ось не засчитывается. Выбирайте ось элероны, нажимаете сюда, нажимаете снова сюда. И выбирайте вашу ось, куда вы хотите настроить. После этого подтверждаете, и у вас применяется ось. То есть, собственно, видите, что влево-право. Также есть еще вкладка вверху чувствительность. Переходите сюда, и здесь уже довольно такая известная кривая по настройке той или иной оси. Вы выбирайте, как вы хотите, чтобы самолет реагировал. Либо резко, либо не слишком резко. Я поставил чувствительность минус 50%. У меня, в принципе, этого вполне достаточно. В общем-то, в принципе, и все. После этого, если вам нужно еще какие-то настроить настройки. То есть, поверхности вспомогательные управления. То есть, это закрылки, руль треймера, ну, чтобы термировать самолет в полете. Можно было бы шасси, там, огни. Ну, и, собственно, все остальные системы самолета, которые вам нужно настроить. Именно под ваш джойстик. Сколько у вас там кнопок есть, задействуется, либо нет. От себя хочу сказать, что я настроил именно на треймирование. Уборка закрылоков, подъем закрылоков. Управление двигателем, педалями. Выпуск и поднятие шасси. Ну, в общем-то, в принципе, и все, друзья. Если вам был полезен этот ролик, поставьте лайк ему обязательно. Приходите на стриме, подписывайтесь на канал. Всем до скорой встречи и пока.